Певица, редактор, организатор самых интересных светских событий. Что еще нужно тебе добавить? Вообще, в первую очередь, журналист. Журналист, в первую очередь. Общественные деятели во вторую, а потом уже все остальное. Утверждаю, что журналистика умерла. Вообще не знала бы якутский язык, если бы в моей семье не принято было говорить на якутском языке. Цифра или бумага? Бумага. Яна Угарова. Журналист, общественный деятель, автор, исполнитель песен и романцев. Основатель и главный редактор журнала «Журфикс» культурно-информационного сайта «Жур ЕГТ». Автор и ведущий канала «Я Угарова». О профессионализме журналиста свидетельствуют не только награды, но и победы в российских конкурсах. Так, два года подряд Яна становилась победителем престижной премии «Искусственный глагол» среди журналистов, освещающих тему культуры и искусства. Она же инициатор и организатор многих общественных событий в республике, таких как премия «Якутянин года», благотворительных проектов «Дорога и добра», «Спасательный круг», «Дни культуры Якутии в Канаде», «Фестивали пожилых людей», «Золотая пара» и «Золотая леди». В качестве музыканта Яну знают как автора музыкальных клипов, организатора и ведущую проекта «Яна Угарова и друзья». В последнее время она активно занимается в проектах по сохранению родного якутского языка. Яна, певица, редактор, организатор самых интересных светских событий. Что еще нужно тебе добавить? Вообще, в первую очередь, журналист. Журналист, в первую очередь. Общественный деятель во вторую, а потом уже все остальное. А потом уже все остальное. Плюс еще мама. Бабушка. Плюс еще бабушка. Любящая дочь. И любящая дочь. А что, в первую очередь, журналист? Да. Скажи, пожалуйста, вот говорят, что все начинается с детства. Но я очень мало знаю людей, которые стали тем, кем мечтали быть в детстве. Кем мечтала быть в детстве Яна Угарова? В раннем детстве врачом, потом математиком, художником немножко. После окончания музыкальной школы пианистом какое-то время хотела быть. Но я думаю, что лет с 15 уже все, я была журналистом. И так и по сей день себя ощущаешь. Какое-то время я перестала чувствовать себя журналистом, потому что я была больше организатором издания журнала, менеджером, редактором. И перестала себя чувствовать журналистом. Но с тех пор, как я стала вести свой канал и брать интервью у хороших людей, я вот снова почувствовала себя журналистом. Это же так важно, да? Возвращать себе свое. И здорово обладать силой вот это вот уметь и мочь, и позволять себе в современных реалиях. Потому что вообще-то утверждают, что журналистика умерла. На первый план вышел блогинг, тиктокинг и прочие-прочие-прочие каналы, донесения коротких месседжей, короткой информации, которая, как бабочка-однодневка, живет очень коротко и умирает очень быстро. А журналистика, это же все-таки про другое. Про что для тебя журналистика? Я не буду сейчас рассуждать на тему того, что журналистика умерла или не умерла. Но когда с благотворительным фондом Харрис Халл мы делали цикл передачи «Особенные мамы», это интервью с мамами, подкасты с мамами особенных детей, а буквально со второй или с третьего интервью вот эти совершенно невероятные героические женщины стали говорить мне, что вот я так боялась, а вот с вами разговаривала и открылась. Это был, наверное, один из самых высочайших комплиментов для меня, как для журналиста. Я сказала, что это моя работа. И чем, например, ну вот я считаю, что моя работа отличается, ну вообще как бы отличается, не буду говорить от кого, от чего, да, тем, что я очень люблю своего героя и уважаю его. И довольно часто восхищаюсь своим героем. А это чувствуется. Мне кажется, ты вообще не приглашаешь людей, которых ты не любишь. Или ты просто любишь такое количество людей, что это видно всегда. Вообще я люблю людей. Я вот со временем стала понимать, что это способность. Это способность, которую, наверное, внушили мои родители, которые действительно очень любят людей, очень такие, я не знаю, более положительных людей, чем мои родители, я, наверное, не встречала. И надеюсь, что что-то мне от них досталось. Да, а в двух словах, чем, кто родители, потому что вдруг телезрители не знают. Хорошо. Кто они чем занимаются? Папа Иннокентий Спиридночугаров, старший научный сотрудник Института мерзлотоведения. То есть он ученый-мерзлотовед, детство мое прошло на мерзлотке, соответственно, который я очень люблю. Вот, мама журналист. И последние годы перед пенсией она работала заместителем главного редактора газетки «Скилл» и «Юность Севера». Собственно говоря, мама меня привела в журналистику. Ну, я с детства просто была всегда в редакциях, там, где она работала. Сначала в Эдер-коммунисте, потом вот в «Кискилл» и «Юность Севера». Она же так хитро однажды заставила меня написать мою первую заметку. Мне очень понравилось, когда я увидела в газете свое имя. Вот с этого все и началось. Мне было тогда, наверное, лет 10. А у вас сколько детей в семье? Трое. У меня есть два прекрасных брата. Старших? Младших. Младших? Старшая сестра. Чудесно. Скажи, пожалуйста, вот говорят, что любовь к внукам очень сильно отличается от любви к детям. Мне это все предстоит, и я поэтому не знаю. А ты знаешь? Да, я знаю. Это безусловная любовь. К внукам? Да. А к детям? Просто к детям ты отвечаешь за них, за детей полностью. Вот пока они маленькие, ты вот от и до отвечаешь за этих детей. То есть каждый их шаг там следующий зависит от родителя, да? И ответственность лежит на родителе. А внук — это вот то существо, за которое ты отвечаешь, например, в выходные, по вечерам, в каникулы, да? И вот ты так потетешкаешься, понаслаждаешься общением, и потом ты его так славненько возвращаешь. И то, что вот как бы у тебя нет постоянной ответственности, как-то снимает какие-то вот, не знаю, вообще вопросы о том, что вот я обязана это делать, что-то там как бы. Я, безусловно, очень люблю своего внука, тем более, что он поздно заговорил, но сейчас я разговариваю абсолютно на равных, и он знает во многих областях жизни больше меня. Это поразительно. А сколько ему лет? Шесть. Шесть лет уже? Больше Яны Угаровой знает. Да, например, всех динозавров, морских обитателей, каких-то животных, какие-то растения, про космос, это он знает все лучше меня. Я прям поражаюсь. Сейчас такие дети. Потрясающе. Да, удивительные. А вот ты сказала, так интересно, что любовь — это способность. Да? Да. Любовь — это способность. А я заметила, что у тебя же много проектов, и вокруг этих проектов постоянно какие-то команды образуются, причем постоянно работающие команды. Это постоянные люди. И как будто бы даже нет какой-то границы между вот эта вот рабочая у нас ситуация, а вот здесь мы дружим. Как будто бы со всеми дружим. Ну как будто… А Яна Угарова работает только с друзьями. Есть такое? Ну я думаю, что есть. В девятнадцатом году, благодаря моему другу Андрею Чупикову, был создан такой проект «Гитарные концерты Яна Угарова и друзья». В первых концертах участвовали исключительно мои друзья, да? Вот. А потом, ну понятно, как бы друзья уже… А потом друзей просто стало больше. Мы стали звать каких-то новых людей, да? И в процессе, в процессе репетиции, в процессе подготовки к концертам они стали становиться друзьями. И теперь я просто как-то вообще с трудом себе представляю мою жизнь, там, допустим, без Саниты Ай, там, допустим, да, без Кокетоки, там, еще прекрасных девочек Даши Лавровой, да. Ну вот это… Вот как-то так получается. А способность – это не то, чтобы сама любовь. Способность – это умение любить. Да? Да. Потому что не все умеют любить. А есть люди, лишенные этой способности? Да, да, да. То есть это способность, это не навык, это не то, что там родители научили. Это способность врожденная, как талант. Я просто думаю, что бывает… Ну, как все на свете бывает врожденное и бывает приобретенное, да? Да. И вот тут, допустим, у меня, наверное, есть врожденное, но есть и приобретенное в силу профессии, ну, и в силу воспитания родительского. Угу. Способность любить. Удивительно. Да. Ну, и, наверное, вот эта вот команда образования и расширение команды постоянной, и здесь же команда, здесь же друзья, это вот все примерно оттуда же, все базируется на способности любить? Ну, отчасти да, потому что, допустим, вот уже больше года, как я являюсь частью команды общественного движения Сахат ЛА-400. И вот где-то в июле месяце прошлого года я познакомилась с языковыми активистами, и постепенно они стали мне друзьями. Я вообще, я прямо восхищаюсь этими людьми, которые много лет занимаются темой сохранения и продвижения якутского языка, как они это делают, да, насколько они в это вовлечены, как они вот продвигают это в мир. Это меня очень восхищает, и вот через вот это вот восхищение, да, вот уже любовь и дружба. Угу. А такой интерес к якутскому языку, он когда появился, или он всегда был? Вот здесь вот ремарка нужна, да, потому что вот у меня какие-то такие флешбеки возникают. Вот тут вот Яна Угарова, которая на концертах поет прекрасно, русские романцы, да, любит, обожает и вкладывает в эту душу. И здесь вот Яна Угарова, которая организует конференцию по популяризации, сохранению якутского языка. Значит, как это, по-якутски в историю, немножко истории, да? Когда я была маленькая, это было очень давно, вот не принято было говорить на якутском языке. То есть в общественных местах везде как-то вот было принято говорить на русском. Я сейчас, ну, не буду говорить, кто там прав, кто виноват, да, но вот такая давность, такие обстоятельства, да. И я ходила в русский ясли, потом в русский детский сад, естественно, русскоязычная школа. Потом я училась в нынешнем городе Екатеринбурге в университете. Естественно, пять лет на русском языке. Потом я вернулась, работала в молодежь Якутии и так далее. В общем, в русскоязычных газетах, журналах. И, как бы, я считаю, что я очень хорошо знаю русский язык. Ну, практически идеально. Я думаю, что вообще никто не сомневается. То есть, как только я переступала порог своего дома, папа говорил, мы дома говорим на якутском. Вот. И я такая, я не хочу так много-много рассказать, а по-якутски-то у меня не получается. Но он так хмурил брови, я переходила на якутский язык. И в каникулы меня отправляли в мамину деревню Осыма горного района, где как-то, естественно, мои тетушки, мои двоюродные, троюродные. И там я как-то закрепляла этот якутский язык. А в отличие от многих своих ровесников, благодаря этому я, в принципе, разговорным языком я владела. Другой вопрос, что я никогда на нем публично не разговаривала, потому что, к сожалению, было принято критиковать. Типа, ты неправильно говоришь, ты говоришь с акцентом, ты слова неправильно употребляешь. Ты говоришь с акцентом? Ну, мои родители, они всегда говорили, ты прекрасно говоришь. Вот спасибо им за это, да. Вот они никогда меня не критиковали по этому поводу. А, например, там, ну, где-то в каком-то кругу, да, могли сказать, вот, ты неправильно говоришь, лучше не говори, говори по-русски. Не позорь себя. Да. И вот я прошу прощения, до того, как стать бабушкой, я никогда, люди, вот, год назад был круглый стол в мэрии, да, языковое пространство столицы Якутии. И когда я заговорила на якутском, я думаю, что половина зала вздрогнула, потому что не ожидали. Неожиданно, правда. Да, я сказала, бинат им. Яна Угарова, бинат журналист, пентам, и так далее, да. Они такие, а что, она вообще знает якутский язык? Вот такие, короче. Ну, это смесь удивления, не знаю, с чем. С восхищением, я думаю. Да, и вот одно из направлений вот нашего движения Сахателла-400, это вот, как бы, продвигать идею поддержки тех, кто пытается говорить, да, не критиковать, наоборот, хвалить, говорить, какой ты молодец, продолжай, пусть это будет не совсем правильно, но говори на якутском языке. Да, потому что иначе он умрет. А что меня заставило, да, вообще вот этой темой заняться, то, что вот внук, он растет, и он говорит по-русски, вставляет английские слова, вставляет японские слова, вставляет корейские слова, потому что он смотрит мультики на этих языках, да, но он не... Я вот думаю, и вот этот вот мой славный мальчик с таким якутским лицом, да, и он не будет знать якутский язык. И вот это прямо вот такая мысль, она вот вообще попала в мою голову, и уже до сих пор она не выходит, потому что я думаю, что это неправильно. Якутские дети должны знать свой язык. То есть как бы не то, что мы должны, должны, мы там должны заставить, не в этом, да, у них должна быть среда, среда... У них должен быть выбор скорее, да? А вот тут вот немножко как бы насчет выбора, да, вот какое-то время я очень хотела учиться музыке, а какое-то время я, например, хотела бросить. И тут родители проявили такую, это... Такое прекрасное проявление любви. Твердость, они сказали, нет, начала, закончи. Боже, как я им благодарна сейчас, да. Потому что надо заканчивать, начал, закончи, да. И вот таким же образом вот тут вот как бы выбор должен быть, да. Но при этом надо формировать среду, в которой вот как бы ребенок вот абсолютно естественным образом бы принял это, что надо же как бы на якутском говорить хорошо, правильно, модно, я не знаю, там трендово и все такое. А это не про выбор в настоящий момент, не то чтобы у ребенка. Ты будешь говорить на якутском языке или не будешь? Нет, не про это. А про то, что когда он вырастет, у него будет выбор. То есть он может на якутском, может на русском, может на английском, на каком угодно еще. И это же про свободу, а не так, что нет, я буду говорить только на русском, потому что, ну, извините, я на других, ни на каких не умею. Ну, я согласна. И это я говорю как человек, который вот постоянно так оправдывается. Да, поэтому, ну, для меня это очень важно, вот то, что ты говоришь. Мне правда очень интересно. И мне очень важно вот этот вот месседж уловить про неназидательность и про отсутствие критики. Да, да. Потому что страх оценки — это же страшное дело. Да. Я вот с этим абсолютно согласна, поскольку я сама это все пережила, да. И вот Сахатла-400 провела два круглых стола на тему вот русскоязычных Саха. Да, вот таких городских. Айтал Яковлев называет асфальтовые Саха, да, вот как бы. Или портетные. Асфальтовые Саха, которые вот на самом деле понимают и говорить тоже могут. Ну, у них барьер, как бы не засмеяли. Конечно. Вот. И вот надо идти навстречу вот этим людям, никто вас не засмеет, да. Вас будут поддерживать. И тогда эти люди заговорят. Это же федоминальная история, когда у нас какой-нибудь иностранец приезжает, выучит одну песенку на якутском языке, все ему так аплодируют. Да, да, да. Да, никто его вообще, понятно он поет, непонятно, что он так поет. Конечно, человек радуется. Человек радуется и учит еще одну песенку. Да, обязательно. Я даже вот скажу, что я вот совсем недавно познакомилась с преподавателями и студентами высшей школы экономики московской, да, которые пятый год приезжают в Якутию учить якутский язык, да. И вот они по нашей просьбе, да, вот для форсайт-сессии языковой, вот записали ролик, который прошелся по всем соцсетям, вот где они призывают разговаривать на якутском языке. На якутском языке, да. И вот когда я с ними пообщалась, мы три часа просидели в одном месте, ну, в смысле, общались, да. И вот когда они мне говорили, чем отличается, вот, допустим, вот в намском Улусе, вот якутский язык вот там изучали, в Верхневилюйском вот так вот, да. Большой разницы нет, но есть вот разница вот в таких. Я думаю, боже мой, это мне рассказывают москвичи, русские люди рассказывают мне о моем языке. Это прямо, знаете, как бы, я не могу сказать, что мне было стыдно, да, но это прямо как-то задевает по-хорошему, типа, и ты думаешь, мне тоже надо знать мой язык, да, если другие люди его изучают и считают его очень интересным. Да, понимаю. И вот это вот, когда нет страха, да, страха быть отвергнутым, конечно, это лучше усваиваться с акцентом, не с акцентом, правильно, неправильно. А в основном русскоязычные сахажи просто, ну, это же значит признать, что ты несовершенный, и когда тебе еще все время вот тыкают в это больное место, ты делаешь так, так, чего не вижу, того нет. Я сделаю вид, что мне это вообще как будто и не надо. А это же больно. Да. И вот надо вот с этим что-то делать. Так, что делать? Ну, вот мы сейчас очень так плотно общаемся. Вот за год наш самый большой проект, который мы сделали вот с активистами Сахатала-400, это проект называется «Просвещающий маршрут». На 68 остановках автобусных города Якутска размещены цитаты на русском и якутском языках, еще языках малочисленных народов Севера, выдающихся деятелей Якутии. То есть я просто как бы, ну, когда вот я стою на остановке, да, когда еще долго стоишь, ты читаешь все, вплоть до того, что выцарапано там чем-то, здесь был Вася, да? Да, да, да. А тут у тебя есть цитата, и ты можешь ее прочитать на русском языке и на якутском языке, да, и как-то вот понять, что вот это слово, вот это. Ну, то есть это действительно просвещающий такой проект, и мы очень рады, что администрация города Якутска нас поддержала в этом, и вот нам удалось его к играм «Дети Азии» вот реализовать. Отлично. А какие еще проекты ожидаются в ближайшее время? Ну, следующим этапом вот этого проекта «Просвещающий маршрут» будет уже маршрут непосредственно внутри остановок. Вот сейчас мы обсуждаем, что это должно быть. Может быть, какие-то общеупотребимые слова, ну, там, допустим, «Здравствуйте», «Спасибо», «Досвидание», да, либо это должны быть вдохновляющие цитаты, типа «Проснись и пой», там «Радуйся жизни». Вот, едешь там в автобусе, ты такой, утром, там, туман, там, то есть, вдруг «Проснись и пой», там, и на русском, и на якутском языке. Ну, то есть, я думаю, что это нам в этом году, если не в этом году, то в начале следующего точно удастся воплотить. Я желаю вам удачи. Спасибо. Я надеюсь, что у вас все получится. Я уверена, что у вас все получится. Обязательно. Скажи, пожалуйста, Яна, есть ли что-то, что ты хотела бы изменить, если бы была такая возможность? Неважно, у себя в прошлом, у себя в настоящем, вообще где-то в мире. Что-то, вот, допустим, три какие-то составляющие. Ну, я думаю, что в своей жизни я бы ничего не стала менять, потому что человек должен, как бы, ощущать себя, находить прелести, плюсы, достоинства в любом возрасте, который он проживает, в любых обстоятельствах, потому что они даются для чего-то. Человеку не даются те проблемы и трудности, которые он не может преодолеть. Поэтому я считаю, что в моей личной жизни все идет, как должно идти. Я не могу сказать, что все прямо, путь усыпан розами. Но, тем не менее, как бы, я за все благодарна этой вселенной. А по поводу мира я бы хотела, чтобы он был безопаснее, чтобы он был добрее, чтобы он был этичнее, и чтобы люди относились друг к другу действительно более доброжелательно. Вот это очень важно, потому что, ну, к сожалению, я иногда слышу, что, допустим, почему у вас, ну, как бы, так люди друг друга, допустим, в тех же соцсетях ругают, критикуют, там, хейтят, еще что-то, да. И оказывается, это действительно со стороны бросается в глаза. То есть в других регионах не так. В других регионах не так? Да. И мне бы вот в этом плане, например, хотелось, чтобы люди были бы как-то добрее друг к другу. Терпимее, да. Да, да. А почему, кстати, у нас в регионе так? Как ты думаешь? Не знаю, не знаю, не знаю. Люди, почему так-то? Давайте как-то добрее действительно. Давайте жить дружно, как этот. Так и должна была это закончиться. Наша беседа. Хорошо. А три вещи или три события, или три чего-то, чем гордится Яна Угарова? Начнем вот прямо с последних вещей. Наверное, вот это вот тем, что я дошла до того, что стала заниматься темой сохранения и продвижения родного языка, который исходит из того, что мы с моей дочерью, режиссером Аполлинарией Дегтяревой, сделали цикл передачи о Кулаковском. Вот тогда я задумалась, наверное, на эту тему. Вот это вот очень я этим горжусь. Потом я, наверное, горжусь тем, что я считаю себя хорошей дочерью, хорошей мамой и суперической бабушкой. Да, и верным, надежным, преданным другом. Вот, то есть, как бы, я считаю, что на меня можно положиться. Я умею хранить секреты, и я умею быть благодарной. Вот это, наверное, второе. Третье. Да, я думаю, что недавно мой друг Саша Скрипин спрашивал у меня, вот, ну, какие качества я в себе там ценю, чего-то еще. Вот, я сказала, что, пожалуй, ну, я стараюсь все, за что я берусь, делать хорошо. Доводить до конца. Доводить до конца, это как-то само собой, но при этом это должно быть хорошо, качественно. Угу. Яна Угарова равно качество. Да, есть такое, кстати, есть такое убеждение относительно тебя, мне кажется. Блиц попробуем. Давай. Да? Отдыхать активно или пассивно? Пассивно. Угу. Если бы не в Якутске, где бы жила? Тоскана, Италия, Южная Африка, Великобритания. А в ЮАР, по-моему, да, пандемия застала? Я там пять месяцев. Пять месяцев. То есть есть опыт. Кино или театр? Кино и театр, но театр я люблю больше. Угу. Тогда театр или литература? Театр. Угу. Цифра или бумага? Бумага. Конечно. Журфикс до сих пор. Кстати, сколько журфиксов уже? Весной будет 20 лет. 20 лет. Юбилей. Это браво. Это браво. Это прекрасно. Другожители. Да. Что в жизни самое главное? А нету вариантов. Нет. Что в жизни самое главное? Блиц такой, да? С паузой. Да, в смысле, я не могу сразу на этот вопрос ответить. Но, допустим, если бы меня спросили вот лично для меня, да, что в жизни моей самое главное, это, наверное, ну, я считаю, что я рождена для того, чтобы реализовать потенциал, данный мне Богом и Вселенной. Да, то есть тебе дали, надо это отдать. Оправдать. Конечно. Спасибо большое. И завершить хотелось бы пожеланиями нашим зрителям, людям, которые видят тебя прямо сейчас. Недавно в одной группе я написала, что давайте ценить друг друга, пока мы живы, вот в этой текущей жизни. Вот я считаю, что это очень важно. Давайте вот относиться друг к другу добрее, терпимее, толерантнее, да, и поддерживать друг друга. А я желаю тебе от всей души успехов во всех твоих начинаниях, потому что то, что ты делаешь, это правда очень важно. Спасибо, Анечка. Спасибо, Яна, что пришла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok